В пресс-центре Большой спортивной арены Лужников прошла пресс-конференция, посвященная безопасности на стадионах России. Перед этим пятичасовая встреча всех заинтересованных сторон. Главы РФС и РФПЛ, а также представители полиции и болельческих объединений. Стороны пытались прийти к общему знаменателю в вопросах безопасности на трибунах. Стражи порядка утверждают, что слишком много сил приходится бросать на футбол в дни проведения матчей. Фанаты тоже против присутствия полиции в секторах. Большую работу, проделанную на встрече, отметил Сергей Пряткин. Министерство внутренних дел дало указания, и все подразделения, которые обеспечивают спортивные мероприятия на местах, на местах базирования наших клубов, на местах их непосредственного игры, так скажу, они все присутствовали здесь. Потому что до этого неоднократно возникало много вопросов, связанных именно с недопониманием органов внутренних дел, или, будем говорить, всех участников организации матча. Это касается и российской футбольной премьер-лиги, и органов МВД. И, конечно, основное, это касается фанатских объединений. Именно недопонимание в плане взаимодействия на конкретных матчах и играх. Представители футбольных кругов четко представляют себе все сложности процесса. И последние инциденты в Нижнем Новгороде, Самаре, Мхачкале не внушают оптимизма. Закон о болельщиках ждать еще долго. А вот инструкцию по безопасности, подписанную всеми сторонами, футбольная власть обещает представить в ближайшее время. В общих чертах о документе рассказал Сергей Фурсенко. Сама процедура принятия закона, она займет достаточное количество времени, я думаю, что около года, пока пройдут все чтения, пока будет подписан он высшей властью. Мы же хотим четко отразить в этом документе, во-первых, описать все субъекты участников футбольного соревнования, описать место проведения, в этом месте проведения роль каждого из субъектов, права и обязанности, возможности, в том числе средства поддержки. Какие средства поддержки могут быть принесены в сектор, какие должны быть согласованы и какие ни при каких условиях не могут быть принесены на стадион. И такого рода информация, которая касается всех участников футбольного матча, когда есть ясные правила, тогда и нарушений становится меньше. И если со стороны РФС и РФПЛ намечается сдвиг в сторону диалога с болельщиками, то с точки зрения полиции, похоже, ничего меняться не будет. Не полиция ломала стулья и не полиция бросала участников. Просто мы четко должны сами себе говорить и средства массовой информации. Хулиганству, вандализму и бесчинству на стадионе полиция будет противопоставлять очень твердые и решительные действия по их пресечению. Простым болельщикам остается ждать выхода документа в окончательной редакции и продолжать отстаивать свои права.